В этом году, как-то, вы сядете в Сочи, Антон знает, может всем-то помочь. мне уже не надо помогать его на исходе так вот другим чем-то помочь но чем вы можете помочь кроме как у каких-нибудь вкусные ну как ольга если в сочи и тут же наталья сочи говорит нихрена не растет абрикосов нет и быть не может почва везде она не может понимаете орган вот чем помочь посмотрите есть наталья вот собирается закладывается то время все меньше она видит что на ее почве кто растет сад у них не считая не растет а я еще и к тому же ее подзужил не нужно обязательно не ковырять эту глину нужно сверху очень большой раз уж такая почва очень большой ком земли куба 2 то есть берете машину там самосвал на две-три максимум четыре этих кучки но привозите с хорошей земли откуда где она там должна быть она говорит нету вообще нету сочи а у вас полносящий сад вот получается в сибири обращаются она говорит невозможно другая помощь предлагает я руками разложу как бы я вырастил там просто посадил бы 5000 костюм я был автоматом лучший сад рядом и который называется дайте к серо-кавказский новосердовский институт саново свиноградовске получил бы примерно также как получилось у этого ни хрена не было в ноги пока в ауле не взял не посадился без всяких хитрости наоборот без именно без хитрости без этих самых долбанных перекопок без этих обрезок без без этих без поливов без подкормок я бы так же бы сделал а то угощали путина угощали эти угощали медведева а чем угощаешь мне стыдно было бы так так что ольга если наталья у нас слушает вот ваш вариант может быть день тут напишите электронный адрес а это наталья прочтет или скопирует и все и вот уже подружились вот уже это пол литра распили в саду повносящим поняли так надо дружить вот дальше невзоров а у сливы привитая на волочную тоже будет война да обязательно разновидовая слива я считаю что волочная вишня она по своей природе ближе не к просто вишни а именно к сливе но видно неважным глазом и тем не менее они дали разновидовая у них война обязательно будет у меня зачем кончилось персики на борусы я уже угощал я телевидение снимал где они сейчас пара последних там гласят жалкое существование в сибири захотел на волочке персики нет продолжать и сейчас не поздно продолжать как кто будет мне уже предлагает там заниматься селекцией апельсиновая здесь уже руки опустились не место нет ни времени не да будет война преодолеть его за несколько поколений как вот человек не понял хоть это там где я говорю четыре поколения королева вот мне не могу сейчас поподробнее время вышло так винограду у меня все проще растут абрикосы которые привиты на корневой отводки сливы возможно в венгерке вот корневой от материнского не отделял как привал так и растут их у меня много отводка продолжая приводит так дальше его же текст нет у него только посажен сад из этих абрикосов там история такая женщина кого а виноград уже разобрался у него только посажен сад из этих абрикосов а вы уже собрали черенки у него там история такая женщина продавать черенки он их привил по ее словам на Украине нет больше таких нет в Нолдавии нет в Италии только есть вот пожалуйста вот женщина растет она уже зачем нам эти академики итак я не дочитал это хороший конец хоть посмеяться и там история такая женщина продавать черенок привил по ее словам у меня эти абрикосы были 150-70 грамм это всех серьезное доставание доверять у меня нет подождем осенью думаю он покажется те абрикосов нет вероятность 5 процентов что и 5 процентов 20 саженцев на том будут такие остальные 19 мельче вот скорее всего ни черта не будет ну алексей вы же знаете наши с вами мы же с вами романтики конечно надо это это не факт да не факт никто их не видел эти плоды не это женщины никто но но внимание нам обязательно нужно надежда мечта надо к ней идти пусть в этот раз не сбудется не то что обманули может просто оказаться на самом деле деле мельче 15-17 грамм и такое может быть если я получил со смоленского получил представляете лучший садовод лучший с юга россии сениц пунтикова сениц пунтикова уже слово сениц уже понятно а теперь смотреть все таки если здесь привитый абрикос то это гибрид вот почему вауин категорически вот им не доверяет он по подвоему но не доверяет он себя ограничил я ему вопрос задавал на эти же самые конференции на видео конференции вы же себя ограничили вы себя границу поставили но это конкретное направление он же тоже это я разбрасывает что мне уже говорят наверное уже все надоело бери за апельсин вот наверное вы правы наверное вам надо купить эти черенки даже если мне кажется 15-17 грамм это была попытка не каждый утрейный билет выиграет даже если честно не обязательно будет 150 может быть будет 30-40-50 вот давайте действуйте был бы моложе я бы сказал берите меня в долю вот про слева я видел берите меня в долю слева бирбанка я хочу иметь там как то больше веры живой человек так пароль постоянный это видимо касается пароль для входа в эту зум в конференцию так вы как-нибудь может вам может быть ближе вот евгений к этому к клубу этому к председателю клуба пусть он побыстрее туда пришлет и я размещу гостевой прибавится народу вот кто из нас откажется поучаствовать там там же такие тоже колоритные люди очень так что там дальше она ему приносила размер с нормальный персик а это он все винограда все добывает там информация вот это вы вначале сказали по словам а теперь же оказывается не просто вот тут видите по ее словам а теперь оказывается она ему приносила размер с нормальный персик да тогда будет 150-70 но тем более хватайтесь за это за птицу ну что все заканчиваем наше время вышло вот смотрите каталог семян перед вами каталог семян перед вами вот мне говорят мне не на что поливать я говорю а у соседей есть а у одного слива у другого вишня у третьего черемуха у четвертого соседа это у пятого это самое в общем получается тычьте абрикосы персики и сливы тычьте на что угодно только продержались пока вы выросли по двое и параллельно по двое год продержится а если последний год нигде никогда больше вы в течение ближайших лет пока не мои ученики не вы это сказать не заматеряют не получите ничего близко заказывайте 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 а потом уже думать а что мне делать получили посылку господи зачем я заказал пойду по соседям все друзья так господи пишут пишут что делать стыдно отключаться когда люди пишут галь пока рекламировал семена и черенки не успел отключиться и сегодня пишут а что можно привить на черемуху ну на черемуху прививают как правило ну в общем пытался черемуху использовать не черен вот очень трудоемкий процесс самый ближай к нему оказалась вишня и то не каждая вот поэтому получается так если вы на черемуху прививаете вишню конечно это у него получился вишнечерешневый вишнечеремоховый гибрид называется церападус он как получился путем сближения прививками а потом еще и путем когда они научились друг друга тогда смогли вступать в половую связь это получается огромная работа это подвиг а у вас получается если есть просто черемуха то хотите замечательно повторить этот подвиг не хочу вам по рукам давать вот и все так алексей алексей ну только сейчас я вас назвал романтиком ну вы сразу зачем так благодарю женуку здоровья силы спасибо красной черемухе ну в общем я в принципе ответил на вопрос я не ответил наоборот по рукам так у меня полно черные черемухи я не знаю что с ней делать ну черемуха это есть культурная черемуха она плоды крупнее вкус какой-то имеют но дикая черемуха она более реиста невозможна к тому же хотя и едят бывает вот так какие-то кулинарии она используется ну что делать много не надо но черемуха все равно пригодится невзорова крытыни невзорова ну елки-палки ну вроде бы это все теперь убрать 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 все молчу сколько людей столько мне так убрать ну что все надеюсь пока никто ничего не пишет давайте а надежда пишет опять не получилось попрощаться опять самое интересное никто не расходится терпения сколько кстати это я не зря вам показывал работу этого самого нашего рукодельца Антона Валерьевича Сафронова заказывайте пока есть но тоже это самое терпение когда-то хочется знаете как трудно это делать а на тебе денег стоит на гильотине работать я бы к ней близкого не подходил заплатить все пальцы оставил по локоть так ну что пишет Михаил пишет а червах сладко так все прекрасно тем более сладко поживет так так что-то пишет так 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 Виталия поломан 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 забор тимур спасибо за юнар все до скорого так друзья прощаемся до следующего поведения до тех пор пока вот 0 терпения хватит вот давай Серевожка пишет не успел секунды не хватило Серевожка это авторитет два очка образования вот все спасибо за лекцию Сергей Серевожков до свидания друзья мы с вами расстаемся на сегодня надеюсь вам было интересно но самое интересное осталось так вышло до свидания спокойной ночи я прощаюсь